Поляки появились на Урале в 16 веке, но большая польская диаспора сложилась в Екатеринбурге в 19 веке и формировалась она в основном из ссыльных послепольских восстаний. Все вы, конечно, знаете в Екатеринбурге здание по улице Малышева, 46. В этом здании находится областной краеведческий музей. А было построено оно главой очень большого и очень известного на Урале семейства. Это семейство поклевских козел. Вокруг них и формировалась польская диаспора. К сожалению, в 20-х годах 20 века история этой диаспоры была прервана. И возобновилась она только в 1992 году, когда Числава Теофиловна Петрушка зарегистрировала польское общество Полярос. Все мы, члены общества Полярос, поляки во втором, третьем и четвертом поколениях. В наших семьях почти не говорят по-польски. Но для нас очень важно сохранять историю, традиции и, конечно же, язык наших предков. Учим еще в польской школе пши польским стабилизшению Полярос в Екатеринбургу. Мы далеко от польски, но она всегда есть в наших сердцах. Мои студентики очень любят польский язык и очень любят польские книги. Школа польского языка и культуры работает в обществе Полярос с 1998 года. Мы каждый год набираем группу людей, которые интересуются основами польской культуры и польским языком. Приходят к нам люди с польским происхождением и без польского происхождения, потому что наши задачи не только возродить язык предков у людей с польским происхождением, но и познакомить как можно больше людей, интересующихся страной, которую мы любим. За годы существования польской школы несколько сотен людей в городе Екатеринбурге научились читать по-польски и понимать польскую речь. Продолжение следует... Уже более 15 лет я пою в ансамбле Каща Катажина при польском обществе Полярос в Екатеринбурге. Польша славится своей музыкальной традицией, и я рада, что удалось прикоснуться к этому интересному материалу. В репертуаре нашего ансамбля и эстрадные песни, и фольклорные польские песни мы смогли наладить музыкальные контакты с польскими обществами по всей России. Мы были и в Москве, и в Петербурге, и в Краснодаре, и в Казани, и в Уфе с гастролями, с концертами. Это очень интересное общение и большая радость увидеть людей, которые также увлекаются польской культурой. И в Петербурге, и в Краснодаре, и в Краснодаре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Польская музыкальная гостиная задумывалась как сообщество творческих людей, объединенных любовью к польской культуре, к польской музыке. Конечно, польская гостиная имеет просветительскую направленность. Это знакомство с шедеврами польской музыки. И, конечно, это прежде всего Шопен, Винявский, Манюшка, Людославский, Пендерецкий. Также знакомство с образцами фольклора, духовной музыки. Ну и очень часто в наших программах можно услышать джаз и польскую популярную музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok